Вот много, многие люди, вот я аж устал, поэтому я книгу привез сюда. Это для того, чтобы вот те люди, которые, значит, если вам задут вопросы, чтобы вы тоже могли на нее также ответить. Здесь такое большое письмо, где говорится, что некоторые люди говорят, отрицают хадис, который в своей книге «Сокровище благодатных знаний» в 290 странице приводит. Когда, говорит, если вы отчаетесь в исполнении какого-нибудь дела, вы идите на кладбище и просите помощь там у покойных. Вот эта вещь, по отношению к нему некоторых людей, недоверие или непризнание. Смотрите же, как все добро в том, что мы следуем за теми алимами, которые впереди. Вес в том, что новое, когда мы сами свое создаем. Человек не говорит о себе. Вот эта книга «Тафсир Рухуль Баян» – «Толкование Корана». Очень большая книга, 10-тонная. Человек – один из больших валий, ханафийского мазхаба человек, про которого весь ум говорит, что это уважаемый человек. Наша религия, дорогие братья, наша религия, доводом для нашей религии ислам является 4 вещи. Первая очередь Коран. Вторая очередь хадис пророка, саллаллаху али-салламу. Третья очередь иджма. То, что единогласно решили, например, умы пророка Мухану али-салламу. И четвертый кияс – это когда один какой-то подобный вещь, на которого пророк Салсам указывает, на подобный вещь другой нет указания, они один на другом мере и выносятся решение. И значит, в Коран хадис и джма'а кияс. Это джма'а кияс тоже исходит из Корана и хадиса, потому что пророк Салсам сказал, «Моя умма не объединится вокруг заблуждения». Вот такой хадис пророка Салсам есть. Поэтому вся умма пророка, да, вот все алими, против этого человека ни одно слово не сказал. Против этого человека, комментатора. Рух-ль-Баян, пятый том. Здесь на пятом томе страницы 453. Запомните, пожалуйста. Книга Рух-ль-Баян, пятый том, 453-я страница. Мы сейчас откроем это, иншаллах, рахмана. Вот 453-я страница, снизу вверх, третья строка с левой стороны, снизу вверх. Вот здесь приводится этот хадис. «Ва-филь хадис, ида тахайяртим фил умур фастаин у меня хмут убур». Кто рассказал этот хадис? Кашифиф в книге Ришалат-ул-Алия, Ибн-Ул-Камал в книге Шат-ул-Арбаин. Значит, когда мы говорим «от обитателей могил», здесь подразумевается в виду ралхани, то есть рух этих умерших людей. Вот так приводится. Ну, человек не придумал от себя. Человек привел довод с этой книги Тафсира. Человек, который говорит, что ни Алими нам не нужны, никто не нужен. Что мы можем говорить? Этому человеку мы ничего не можем говорить. Но когда приводится, вещи надо принимать. Когда мы с вами изучаем, ищем знания, дорогие братья, мы не должны искать такие знания, которые нам подходят. Мы должны полностью Аллаху и Пророку предаваться, чтобы Аллах и Пророк нас не обязал, хотим мы этого или нет, мы же должны ее принимать. Не так ли? Тогда мы будем мусульманами, покорными людьми. А если пьяница ищет хадис, который пьянство там чуть-чуть облегчается, наркоман ищет хадис, который для наркотики помогает и так далее, как в наше время, вот когда мы о пьянстве уадоделаем, некоторые люди стоят, наши отцы тоже пили, они намного умнее были там и так далее, и так далее. Мы же слышим это, когда мы говорим пьянство, судьбы, пьянство не делали и так далее, и так далее. Мы не должны быть людьми, которые что себе нужно ищут. Например, вы увидели эту вещь, что надо делать? Алхамдул-Лях, если кто-то отрицал, то бы делать, и после этого принимать это с радостью. Человек, вот это наша с вами религия еще такая. Есть фарб, обязательная вещь, в котором никто не сомневается, проблем нету, обязательная вещь. Есть сунна. Но если человек скажет, например, я сейчас делаю здесь ратибат, он мне говорит, нет, ну там ратибат, зачем тебе? Фарб, Аллах обязал, это же лучше. Я говорю, я не говорю, что фарб не лучше. Фарб лучше, но это ратибат совершенным фарб делает. Понимаете? Пророк, саллаллаху алейкум, был достаточен для умы пророка. Кто из нас скажет, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, не довел религию до нас? Никто же не скажет. Кто скажет, что пророк, саллаллаху алейкум, оставил религию несовершенной? Никто не скажет. Но тем не менее, пророк, саллаллаху алейкум, сказал, что Аллаху тааллах в каждые сто лет одного человека отправит для того, чтобы усилить эту религию. Не так ли? Оживить эту религию. Зачем? Затем, что мы с вами, например, когда попутаемся, что пришли. Вот эти люди есть, помощники пророка и наследники пророка. То, что когда мы этим людям верим, разве это будет означать, что мы отступили от пророка, саллаллаху алейкум, поэтому принимайте эту вещь. Но насильно мы не можем. Главное, чтобы каждый из вас, который в чем-то сомневается, он знал, что человек не выдумывает что-то, а указывает на книгу. Другой момент, когда человек приводит какой-то рассказ, для того, чтобы, например, этому рассказу монтаж не надо делать, монтировать ее не надо. То есть до этого рассказа тоже человек рассказывает что-то, после рассказа тоже рассказывает что-то. Здесь этот рассказ, именно этот хадис пророка, саллаллаху алейкум, приводится где? В разделе рабида. Правильно же? Рабида. В разделе рабида. Не в разделе того слова, что вы знали, а в разделе рабида. Рабито это что такое? Это духовный связь с человеком хорошим. Как пророк с Аллахом в хадисе сказал, когда один человек пришел к пророку и говорит, расскажи мне, как мне стесняться от Аллаха, пророк с Аллахом сказал, стесняйся, как ты стесняешься от хорошего человека и твоего народа. То есть вспоминай хорошего человека. Когда тебе бывает стыдно, вот тогда тебе будет и от Аллаха стыдно. Аллаху таала многое богослужений связал с каким-то моментом из нашего мира. Например, хотите быть благодарным Аллаху? Что надо делать? Благодарными людям надо быть. Правильно же? Значит, то есть вот такие моменты здесь. И поэтому человек, который вот хорошие люди, с ним рядом бывает, а с ним он получает помощь в богослужении, это надо принимать. Это другое.